8 сентября 1923 года Рамсулу Гамзатову исполнилось бы сто лет. Расул Гамзатов – поэт, публицист, прозаик, переводчик. Стихи Расула Гамзатова отличаются необыкновенной проникновенностью чувств и простой риторикой. В них отсутствуют надуманные красивости. Наверное, поэтому их так любил народ. В его поэзии – прославление родного Дагестана, гор и аварского языка. Сборники его стихов расходились миллионными тиражами. На творческих вечерах поэта в зале не было ни одного свободного места. Песни, написанные на стихи Расула, мгновенно переходили в разряд хитов. Если бы Гамзатов написал «Одних журавлей», он вошел бы в историю как создатель бессмертного гимна солдатам во всем мире. Родился Расул в дагестанской деревне Цада, расположенной в Хунзахском районе. Расул рос, как и все аульские мальчишки. Сбирался на скалы, приносил из леса волчат в папахе, слушал сказки бабушки, сидя перед очагом. Первая проба пера состоялась у Расула еще в детстве. Ему было девять, когда в их селении сел самолет. Эмоции мальчишки были настолько сильными, что он тут же выплеснул их на бумагу. Расул всегда считал своим самым первым и самым главным учителем родного отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса. Сын постоянно слышал от него сказки, рассказы, стихи собственного сочинения. Отец старался разбудить у мальчика воображение и приветствовал ясность его ума. В том доме, где когда-то жили Гамзатова, открыли музей, названный именем Гамзата Цадаса. Когда стихи Расула появились в газетах, они были подписаны именем отца. Но потом юноша отказался от этой затеи, потому что не хотел, чтобы его произведения мешали авторитету отца. С тех пор он подписывал свои стихи именем Расул Гамзатов. Впервые стихи Расула появились на странице газеты «Большевик гор». Это было еще в школьные годы. После школы парень поступил в педагогический вуз и продолжал писать свои стихи. В сороковые молодой педагог начал свою трудовую биографию в обычной школе, которая впоследствии будет названа именем его отца. Свой первый сборник поэзии Гамзатов выпустил в 1943. Книга Гамзатова на аварском языке «Горячая любовь и жгучая ненависть» в основном затрагивала военную тему. В стихах прославлялся героизм советских солдат. Война – большое личное горе Гамзатова. Война унесла жизни двух старших братьев Расула – Магомеда и Ахильчи. И с тех пор поэт органически не выносил вооруженные конфликты. В 1945 молодой человек решил продолжить образование и уехал в Москву. Расул стал студентом литературного института. Он с головой окунулся в русскую поэзию, и это сильно повлияло на все его последующее творчество. В 1947 году поэт впервые напечатал свои стихи на русском. В 1950 Гамзатов получил диплом об окончании института, и в этом же году за сборник «Год моего рождения» получил Государственную премию СССР. В поэме поэт пытается осмыслить исторические судьбы Родины, ее взаимоотношения с Россией и с русским народом. Во время поездки в Японию Расул Гамзатов увидел памятник белым журавлям Хиросиме. И ему рассказали историю о девочке, ставшей жертве последствий ядерной бомбардировки, которая хотела вырезать из бумаги тысячу журавликов, и не успела этого сделать. Поэт был потрясен ее смертью. Тогда же в Японии он получил телеграмму, в которой сообщалось о кончине его матери. Гамзатов вылетел в Москву и в самолете, думая о матери, вспомнил умершего отца и погибших на войне братьев. И еще он думал о хиросимской девочке с бумажными журавликами. Так родилось стихотворение, которое начиналось этими строчками. Мне кажется, порой, что джигиты с кровавых непришедшие полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Стихотворение увидел в журнале «Новый мир» Марк Бернес. Переработав его с помощью Наума Гребнева, Бернес прочитал его Яну Френкелю и попросил написать музыку. Так появилась песня, которая обрела мировую популярность и стала гимном мира. Творчество Гамзатова оказалось на редкость благодатной почвой для рождения музыкальных произведений. Многие стихи поэта стали песнями. С ним работали известные композиторы, в том числе Дмитрий Кабалевский, Ян Френкель, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова. А среди исполнителей его песен Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару, Вахтанг Кикабидзе. Песнями стали стихи «Берегите друзей», «Пожелания», «Далалай», «Есть глаза у цветов», «Боюсь я», «Где же ты счастье», «Мой бубен», «Матери», «Разве тот мужчина», «Исчезли солнечные дни», «Я тебя не забуду», «Я эти руки женские целую» и многие-многие другие. В 60-е годы поэзия Гамзатова обрела мудрую зрелость и глубокую философичность. Поэт находит общечеловеческое, тепло родного очага, родной аул. Отношение к ним становится показателем величия человека. «У двух границ до конца стоял и буду стоять я в поэзии», писал Гамзатов. «Первая граница – это граница родного края, граница Дагестана, а другая граница – это граница моей любви, моей привязанности к нашим дорогим женщинам, которых я буду вечно любить. Третьи книги – это мои размышления о жизни, смерти, земле, человеке, о разлуках и встречах. Это письмена «Четкий лет», «Журавли» и «Берегите друзей». Более пяти десятков лет Гамзатов возглавлял писательскую организацию родного Дагестана, сотрудничал с несколькими советскими литературными журналами. Поэт занимался переводами на аварский язык сочинений русских классиков. Благодаря ему в Дагестане узнали, кто такой Некрасов, Пушкин, Лермонтов, Блок и Сенин. Расул умел объединять людей самых разных возрастов и профессий. Люди, встретившиеся впервые в его доме, потом становились друзьями. Застолье в доме Гамзатова было сопровождением его искрометного творчества и его горской философии. Он читал свои новые стихи, говорил о своих новых творческих планах. Гамзатов не терялся в любой ситуации. Его остроумие было гениальным. Неожиданный гамзатовский юмор был визитной карточкой поэта, с которым всегда было легко общаться, потому что сам он умел шутить и ценил шутку и находчивать собеседников. В юности Расул пережил трагедию в личной жизни. Он любил девушку-художницу, которая умерла совсем молодой, успев оставить после себя несколько полотен. Гамзатов очень ее любил, поэтому написал в ее честь поэм. Второй серьезной любовью поэта стала девушка по имени Патимат. Она жила по соседству, и Расулу часто приходилось за ней присматривать в детстве. Подросшая девчушка превратилась в прелестную девушку. Ее красота просто очаровала разбитое сердце поэта. Он был старше на 8 лет, но это не стало преградой для долгой и счастливой семейной жизни. В этом браке у поэта родилось три дочери Зарема, Патимат, Целихат. Расул с женой очень хотели мальчика. Он уже даже придумал имя Шамиль или Хаджи Мурат. Но когда родилась третья дочь, супруги поняли, что больше никаких попыток предпринимать не будут. Кстати, у дочерей поэта тоже родились девочки. Супруга Расула связала свою жизнь с работой в музее, где она занимала должность искусствоведа. Один из музеев Дагестана назван в ее честь. Гамзатов был счастлив в любви. Много прекрасных строк посвятил своей жене Патимат. «Мне объездить весь мир довелось. Тот, который и нищ, и богат. А за мною, как эхо, неслось Патимат, Патимат, Патимат. Наши дочки чисты, как родник. На тебя восхищенно глядят. Словно доброе солнце для них Патимат, Патимат, Патимат. Красоте твою радуюсь я и твержу похвалы не в попад. Ты судьба и молитва моя. Патимат, Патимат, Патимат». Они прожили в любви и согласии всю жизнь, до самой смерти Патимат, которая умерла за три года до смерти самого Расула. Ее смерть сильно сказалась на самочувствии поэта. Расул страдал болезнью Паркинсона, однако верил, что лечение ему поможет. В сентябре 2003 года ему исполнилось 80. Однако никакого праздника по этому поводу не устраивали. Поэт очень плохо себя чувствовал. В октябре его госпитализировали. Родные постоянно посещали в больнице. Последний раз дочери были у отца за день до смерти. Они говорят, что уже тогда он предчувствовал скорый уход. Расула Гамзатова не стало 3 ноября 2003 года. После него осталось завещание, где поэт обращается к своим землякам, жителям Дагестана. Мое завещание в книгах, которые я написал, оставляя потомкам Дагестан, которые я унаследовал от предков, мой край любви, надежды, радости, землю, красивых девушек, гордых женщин и мужчин. Дагестан и моя мулатка, и моя кумари, и мое колесо жизни, и гора моей тревоги, Ахульга. Берегите все это. Без этого нет ни моей жизни, ни самых родных гор. Я ничего не забираю туда из этого хорошего, доброго, красивого мира. Поэтому и прошу, берегите свой Дагестан, храните и возвеличивайте еще больше его славное имя. На церемонии прощения с великим поэтом собралось несколько тысяч людей. Тело Гамзатова так и несли на плечах до самого кладбища. Родные выполнили еще одну просьбу поэта. Не указали на надгробном камне даты рождения и смерти. Он хотел, чтобы на плите было всего одно слово на русском – «Расул». Местом упокоения поэта стало кладбище в Махачкале рядом с любимой женой. Жизни и творчеству Гамзатова посвящены несколько фильмов, которые вышли вскоре после его смерти. В разные годы было снято шесть документальных проектов, которые рассказывали о его судьбе. В 2014-м на экраны вышла художественная документальная лента «Мой Дагестан. Исповедь». Расул Гамзатов всегда гордился своей национальностью. Он не скрывал, что место его рождения маленький дагестанский аул. Впоследствии он приобрел дом в Махачкале и обзавелся квартирой в Москве, но переезжать туда с семьей не хотел. Имя Расула Гамзатова дано самым разным объектам – сухогрузу, самолету, пограничному кораблю, гунипской ГЭС, турнирам по волейболу и мини-футболу, нескольким школам и библиотекам и даже астероиду. С 1986 года на родине поэтов в Дагестане проходит ежегодное празднование, получившее название «Белые журавли». «Мы все умрем. Людей бессмертных нет. И это все известно и не ново. Но мы живем, чтобы оставить след – дом или тропинку, дерево или слово. Он ушел в последнюю осень, как уходят поэты, отдав нам все, что имел. Он был наш. Он принадлежал всем. Он всегда возвращается, когда нам нужен – стихами и песнями. И он жив, пока мы помним о нем». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!